Так вот, те, кто все-таки хотят пахать с утра до вечера, он награждает их вот этой идеей. Давайте посмотрим, как действует Сатурн в гумнах. Итак, Сатурн дает тонус деятельности. А также одновременно с этим тонусом деятельности на человека наваливаются трудности. Сатурн в невежестве. Смысл, идея жизни такова. Да, труд делает из себя человека. Но если посмотрите на тех, кто работает, они наоборот превращаются больше уже в обезьян, на людей. То есть труд гробит человека. Так? Посмотрите на колхозника, посмотрите на пахарей. Похоже не на людей? Нет. Но у них такая идея есть. Труд делает из себя человека. То есть мы все добьемся своим трудом. Вот такая идея пишет. Это могу на. Мы все добьемся своим трудом. Советский Союз. Даешь пятилетку за два дня. Даешь. Главное даешь. Больше работы, больше счастья. Это идея. И что происходит? Такой человек начинает трудиться с утра до вечера. Например, он сажает картошку. Если Сатурн находится в невежестве, он начинает сажать ее очень много. И он не может остановиться. Он тяпает беспрерывно. Тяпает, 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 тяпает. Я видел такого человека. Я сам лично с друзьями отнимал у него тяпку из рук. Просто так подходил к нему, говорю, отдай тяпку, не отдам. Уже вечер, смотри, ночь уже. Все, отдай. Нет. Мне нужно закончить две грядочки. Еще две. И каждый день мы его туда носили с огорода. Жалко было смотреть. И таким образом, когда он приходит домой, он садится. То есть он не садится, он не отдыхает. Он ищет, где работа. Где работа. Он ищет поле деятельности. Ага. Вот, вижу грязная посуда. Моет ее. Потом он ищет, так, грязные стекла. Моет стекла. Моет полы. Трет. Переставляет мебель. Ковры выбивает. Все время кто-то делает. И когда ему скажете, поехали на пикничок, отдохнем. Некогда. Работать надо. При этом он не просто трудится, но он еще ворчит и называет себя бездельниками. Вы бездельники и тунеядцы. Я работаю тут на вас вот тогда вечера. А вы бездельники. Даже когда кино идет, он или она что-то будет делать. Они вяжут. Понимаете? Нет, что происходит. Он не может остановиться. Это болезнь. Болезнь сознания. И так он угробил свою жизнь. Он тратит всю свою жизненную силу. На что? На пахоту. Потому что в нем есть эта идея. Надо трудиться. В таком случае, и чем больше он трудится, тем меньше он получает. Возникает парадокс. И такие люди начинают испытывать большое отчаяние. Он приходит домой. Смотрите, я работаю, работаю. Работаю, работаю. У меня артрит уже. У меня кости болят. Спина болит. У меня все болит. Но почему я не могу ничего заработать? Где деньги? Где деньги? Так? И какая мысль приходит ему в голову? Надо еще больше работать. И не просто еще мне работать. А еще всех своих домочатов напрячь. Просто эта проблема возникла. Потому что они, негодяи, не работают много. И значит мне нужно что сделать? Наехать на моих родных, заставить их пахать. Так возникает, что эксплуатация детей, например. Дети должны пахать. Все должны пахать. Не сиди. Иди работай. У него возникает такой стиль поведения. И так все пашут. Все вокруг пашут. Возникает психическое напряжение. Отдыха нет. В отпуске они не ходят. Пикничков у них нет. На природу они не вылезают никогда. И вдруг, и вдруг, Сатурн говорит ему. Привет. Паралич. Что такое паралич? Все. Сатурн чей отобрал у него тело. Потому что Сатурн управляет движением раны. Он перекрыл им кислород. Хватит тебе. Ишачить. Ишаком станешь в следующей жизни. Вы знаете, что тот, кто ишачит, в следующей жизни будет ишаком. Быки, ишаки. Если они долго не работают, они начинают болеть. Знаете об этом? Если ишака долго не эксплуатировать, он сдохнет. Я на Кавказе живу, дачу у меня есть. Я знаю про них. Я спрашиваю. О них нужно, чтобы они в день хоть что-то сделали. Если он стоит, ничего не делают. У него так устроен организм, что он начинает застои. Сердце жреет, он умирает. Лошадь, если не бежит, она сдохнет. Поэтому периодически на конезаводах их прогуливают по кругу. Человек, который не работает, который уже будущее тело определено, ишачье, вот он уже пашет. Если его остановить, пенсия, например. Пенсия. Что такое пенсия? Отнимает поле твоей деятельности. И он начинает болеть. Ушла на пенсию, заболела. Когда я работаю, живу. Не работаю, болею. Видите, какое тело уже формируется? Тонкое, имеется в виду. В какую форму жизни он идет в следующий. В своем плащине. В стойло идет. Господа. Смотрите, что дальше происходит. И так он лежит. Он лежит. Все. И так он лежит. Он лежит. Все. У него парализована рука, нога. Потому что он ночью работал, днем работал, вечером работал. Он всю свою жизнь посвятил своей работе. И если спросить у него, а что ты будешь делать, если ты выздоровеешь? Как что, работать? Только работать. Вот это называется тупиковая эволюция. Все. У него эволюция остановилась. Его сознание уже дало большой крен. И Сатурн наказывает таких людей. Он наказывает им милость, останавливает их деградацию дальше. Потому что, поверьте, высшим силам не очень нравится, когда душа опускается в низшей форме. Они делают все. Делают препятствия на нашем пути, чтобы ты не деградировал. Но мы это воспринимаем как трагедия. Я парализован. Трагедия. Сатурн плохой. Бяка. Фу. Нет. Он не бяка. Он тебя остановил. Что ты подумал. Полежал и подумал. Зачем ты вообще живешь в этом белом свете? И вот после таких страданий они начинают задумываться о жизни. Спасибо. А для чего я вообще работал? Тогда Сатурн невежество означает пахота до конца и разбитое тело и разбитое жизнь. Продолжение следует.